Добро пожаловать! Зачем ему такой опт? Канун каникул в Республике неделя детской безопасности. Позаботьтесь о безопасной перевозке маленьких пассажиров. Какая профилактика проводится? А также государственные награды и от матча к матчу. Динамошинник продолжает домашнюю серию играми с капитаном. Какими вышли спаренные матчи? Субтитры создавал DimaTorzok техникой, оружием, средствами защиты. Это одно из самых боеспособных и подготовленных воинских формирований. Недаром ваш девиз – служба без права на ошибку. Уж действительно, права на ошибку у вас нет. Да, ваши успехи чаще всего так и остаются под грифом «секретно». Вы должны быть эффективны и невидимы. Такое служение Родине не каждому под сил. Немногие рискнут выбрать такой профессиональный путь, где нужно быть постоянно в готовности, постоянно готовыми к действию. Любой из вас в случае чрезвычайных обстоятельств закроет собой не только охраняемое лицо, но и мирных граждан, женщин, стариков, детей. В конце концов, свою страну. Это и есть наивысшая духовно-нравственная миссия настоящего защитника. Александр Лукашенко отметил настоящий момент, когда во всем мире растет количество рисков и угроз. Хорошо виден кризис в работе спецслужб многих иностранных государств. Самая большая ценность – службы безопасности, воинский коллектив, подчеркнул президент. Открытая трудовая. Житель Чаужского района не успел начать работать на наркомаркет, как попался с поличным. Свернуть незаконную деятельность помогли бобруйские сотрудники отдела по противодействию наркоконтроля и торговли людьми. Потрудиться на магазин – сомнительные радости. 31-летний мужчина успел немного – две недели. Цель грязного заработка – одна – набить карманы. Правда, исполнить мечту так и не удалось. 800 долларов – таков результат деятельности. Сколько ты погрузки разложил? 60. 60 чего? Штук? По сколько? По 3 грамма или по 2. Для меня получал деньги. Каким образом? Через интернет, кошелек. В чем? Лайткоинов. Лайткоингов? Куда ты их вывозил потом? На карту. На чью? На любую можно вывозить. А ты вывозил конкретно. Карту матери брала карту. По заданию куратора он забирал оптовые партии товара, делил его на более мелкие для дальнейшего распространения через закладки, которые делал на территории Могилева и Бабуйска. В его тайниках обнаружено и изъято 240 грамм особо опасного психотропного вещества, 4 смс. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Бабруйск посетила министр труда и социальной защиты Беларуси. Наталью Павлюченко встретил заместитель председателя горисполкома Владимир Книга. Местом встречи стал территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бабруйска. Также в маршруте визита – посещение социального пансионата «Каменка». Обо всем по порядку. Роман Костюков. Первая точка в маршруте рабочей поездки – ТЦСОН Ленинского района. Деятельность этого учреждения направлена на организацию практических и методических работ с гражданами, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вместе с заместителем председателя горисполкома и руководством центра Наталья Павлюченко знакомится с работой отделения, мероприятиями, общается с подопечными. Некоторых мастеров даже приглашает на участие в столичной выставке. Основная задача, в принципе, мониторинга наших учреждений социального обслуживания, стационарных и тех, которые оказывают нестационарную помощь, в первую очередь оценить качество предоставляемых услуг. Почему? Потому что сегодня перед нами стоит такой серьезный демографический вызов – это старение населения. И мы хотим, чтобы наши пожилые граждане, люди с инвалидностью, в том числе, они услуги получали вовремя, качественно. И тем пожилым гражданам, которые настроены на то, чтобы активно продолжать свою посттрудовую деятельность, мы могли предложить как можно большой спектр тех услуг, которые наши третийные центры оказывают. Социальным обслуживанием в Абруйске занимаются ряд учреждений. Это ТЦСУОН Ильянинского и Первомайского районов, отдел ФСЗН, Управление по труду, занятости и соцзащите, городские администрации. Качественная и своевременная помощь в решении трудных жизненных ситуаций обеспечена всем, кто обращается. Сегодня со всеми нашими возрастными, скажем так, категорией граждан проводится большой перечень работ, которые позволяют минимизировать последствия некоторых тяжелых, хоть этих случаев, привлечь более старшее население к социализации некой. Сегодня было показано, как мы работаем и с инвалидами, и с пенсионерами, как организован учет, как организовано ведение базы, как выясняется потребность наших вот этих всех категорий. Во время визита в Бобруйский социальный пансионат Каменка министр в первую очередь посещает часовню, которая находится на территории. Директор показывает гостям собственное хозяйство, условия пребывания проживающих, их трудозанятость, организованный досуг. По пути глава ведомства общается как с работниками, так и с теми, о ком они заботятся. Особое внимание молодым специалистам. Работа с такой категорией граждан специфическая. Сегодня в учреждении 375 человек. Это люди разного возраста, разных профессий, разных интересов. Здесь для них организованы и занятия по их интересам. Люди выбирают себе занятия, выбирают работу по своему характеру, по интересам. Некоторые работают на пищеблоке, на прачке, в мастерских, в швейной мастерской, в столярной мастерской. Качество услуг Наталья Павлюченко оценивает положительно. Материально-техническая база, творческий и профессиональный подход сотрудников, инициативы со стороны участников отделений и проживающих говорят о высоком уровне социальной работы в регионе. Роман Кистюков, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360. Предупредить равно спасти. Сотрудники ГАИ и инспекции по делам несовершеннолетних в преддверии осенних каникул напомнили ребятне о важном. Шестая школа как раз расположилась в непосредственной близости от оживленной дороги. Здесь автоинспекторы проверили знания ПДД среди учащихся, напомнили о важности светоотражающих элементов и рассказали, какой беде могут привести шалости. Я знаю правила дорожного движения, что на мигающий свет лучше не переходить и не перебегать дорогу. Я знаю правила дорожного движения, когда я перехожу пешеходный переход, я должна посмотреть сначала налево, дойти до середины, посмотреть направо. Не до шуток. Разъяснительные беседы с детьми и их родителями, проверка соблюдения водителями правил перевозки малышей и пропуска пешеходов. Вот главные упоры правоохранителей в эти дни. Позаботьтесь о безопасной перевозке маленьких пассажиров. Автокресла, бустеры и ремни – те самые элементы, которые помогут сохранить жизнь и здоровье малышей в непредвиденных дорожных ситуациях. Водители уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны они или нет, снижайте скорость. При подъезде к пешеходным переходам необходимо всегда уступить дорогу пешеходам. В первую очередь комплекс профилактических мероприятий направлен на предотвращение дорожно-транспортного травматизма детей. С начала года в области зарегистрировано 49 ДТП, в которых 47 несовершеннолетних получили травмы, 4 погибло. В Бобруйске за этот период 9 происшествий с 10 пострадавшими. Две из двух. В рамках домашней серии «Динамо Шинник» провел встречу против капитана из Ступина. Об эмоциях, индивидуальных показателях и результате расскажет Роман Костюков. В домашнюю серию команда входила в статусе лидера таблицы в своем дивизионе. При этом соперник держался в первой пятерке. Надежд болельщиков одни – продолжить удачный старт сезона и набрать максимальное количество очков. Если болею, то через игру пропускаю, получается. А так, ну, на каждую игру попадаю. Как давно болеешь за «Динамо Шинник»? Ну, наверное, с лет 6-7. Еще когда только брат играл, я ходила. А сейчас уже, ну, как бы она выросла в большую команду и более интереснее ходить. Больше людей приходит. Хоккей в Бобруйске любят. Команда «Динамо Шинник» – это наша команда. Я хожу только второй раз, но думаю, начать посещать их намного чаще. Игра с соперником по дивизиону получилась по всем законам драматургии. Сначала гости открыли счет, затем хозяева отыгрались и вышли вперед. Однако капитан сдаваться не собирался и в третьем периоде восстановили равенство. Встреча была переведена в овертайм, где в большинстве «Шинники» довели до победы на первой же минуте. Два очка в копилке бобруйской команды. Одним из авторов виктории стал Илья Гречный, который отметился шайбой после продолжительной травмы. Конечно, забивать всегда приятно. Мне изначально нужно восстановиться, полностью прийти в форму. И изначально идут командные цели, а потом уже личные. Вторая игра – полная противоположность первой. Как по содержанию, так и по счету. В первом периоде бобры забросили в ворота капитана три безответные шайбы. Второй – менее удачный. На два гола ступенцев бобруйчане ответили лишь одним взятием. Но в третьем «Динамо» смог сосредоточиться и довести до победных 5-2. По эмоциям, хороший, добротный был первый период. Во втором у нас немного не получилось. Именно средняя зона, давление. Немножко нужно было перестроиться. Мы, в принципе, в третьем и перестроились. Начали играть 1-2-2. Потому что во втором они нас к себе ближе подпускали. И у нас был разрыв между защитниками и нападающими. Голевая феерия отразилась и на индивидуальных показателях «Динамовцев». Так Николай Салыга продолжает оставаться лучшим бомбардиром «МХЛ», оформив в матче 1-1. Арсений Елисеев тоже не прекращает свой снайперский поход. 21-й номер – лучший снайпер команды и второй среди всех защитников лиги. Конечно, приятно, что выиграли две игры. Но немножко не выполнили до конца тренерскую установку. Немножко в средней зоне теряли шайбы. Это нельзя позволять с более сильным соперником. А насчет голов. Самое главное – это что команда выиграла. А я не сбиваю за счет каких-то своих индивидуальных действий. В этом помогают партнеры. Кто-то пас отдал, кто-то бросил. Я добил и с передачи забросил. По итогам двух игр «Динамо» занес на свой счет 4 очка. Следующие встречи продолжат баталии в серебряном дивизионе. На двухматчевое противостояние к бобруйчанам приедет хор «Скарелия». Бобруйск-Арена пошумит 27 и 28 октября. Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Осень, которая в этом году радует теплом, продолжится комфортной погодой в ближайшие дни. Средняя температура по-прежнему до 4 градусов выше климатической нормы. О погоде на выходные и народном календаре расскажет Виталий Гаврусев. В последние выходные октября нас будет ждать переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман с видимостью до 500 метров. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью температура воздуха от плюс 1 до 6, местами возможны заморозки до минус 2. В середине дня в субботу, 26 октября, синоптики обещают плюс 11-14. А в воскресенье, 27 октября, столбики термометров покажут до 15 градусов со знаком «плюс». 27 октября наши предки чтили память Пороскевы Сербской. Если в этот день на улице грязь, то говорили до зимы еще 4 недели. А если на небе ложное солнце, то это примета к тихой погоде, говорили в народе. В этот день не надо было заниматься домашними делами и рукоделием. И уж точно не начинать новые дела. Ведь их было тяжело довести до конца. Мощный снежный циклон сковал движение на улицах Магадана. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий. Пожарные и спасатели оказывают помощь автомобилистам. Выталкивают и буксируют технику снежных заносов. На дорогах дежурят оперативные группы. В условиях непогоды жителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок. В школах для учеников начальных классов введено свободное посещение занятий. Число жертв тропического шторма Трами на Филиппинах, из-за которого на острове Лусон в течение двух дней выпала двухмесячная норма осадков, достигло 46. Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы в связи с наводнениями. Национальное метеорологическое бюро «Филиппин» отметило, что в пределах Трами скорость ветра достигала 85 км в час. Правительственные учреждения и школы на острове закрыты. На финишную прямую октябрь выходит на 2-4 градуса выше климатической нормы. Правда, под влиянием фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс небо будет хмуриться. В понедельник 28 октября в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 2-9, максимальная днем 10-17 градусов тепла. Виталий Гаврсев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Каково это быть любимцами болельщиков, ставить результаты и добиваться их? И на какие жертвы идут молодые спортсмены? Об этом и не только сразу после выпуска новостей в программе «Зуммера онлайн». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!